Расскажите на духу, Мышкин у нас провинциальный, за границей, на слугу? А теперь замки города Мышкина. А что, еще приплывется они? Они обычно тут бывают, когда теплоход. Застегнуть? Мне кажется, она плахнет. Волга. Город Мышкин. 30 апреля 2016 года. Говорят, Мыша, куда мы к пяти часам должны прийти. Человек. На знаке. А что там крест затопил? О, вон, плеснулась рыба. Нет, не рыба от бревна. Маленькая палочка. Нет, просто плавает. Ну вот эта, малюсенькая. Нет, нет, рыба плещется, она иногда всплескивает. Город Мышкин, Ярославская область. Валя. Вот эта? Да. Тут лучше, где мы. Хорошо, пошел. Прикольно. Так, девчонки, давайте отходку за тут. Стойте. А вон там мы будем смотреть сувениры. Город Мышкин. Мышкин city, near Ублич city. It's one of the TANF golden ring. Рива у Волга. А кто еще приплывет, Саня? Нет, может, это вот. А необычно тут бывает, когда теплоход. Да, это что-то там. Крым. Убери свою камеру, что-то, пожалуйста. В чем? Не разби! Попут! А мне понравилось. Рыцарь Мышкин. Ну вот иди, скажи. Я сюда хочу. Рыцарь Мышкин. Не знаю. Рыцарь Мышкин. Спасибо. Рыцарь Мышкин. Садик. 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 и заграничные гости изо всяких пределов принимать, а сам поверх голов на карту царства поглядывая стратегию там не вырабатывает. Давайте мы на карту посмотрим. Жизнь проходила под шердаком, по избам до подвал, обидно задержав устало, выстроили хоромы палаты царские, и отвечая за особые заслуги перед Мишином Отечеством. Вот он орден перед вами, оборотная сторона и лицевая, на которой написано Великая Мала. Царь, 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 хоть приятно, царь. К нам из разных властей много прибыло гостей. Хм, а расскажите на духу, Мишкин у нас провинциальный, а за границей на слуху? Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там ходят кошки с поводками, а ли без? Ес! Вызывает интерес туристический процесс. Он вас сейчас проходит с настроением или без? Ес! Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там кормят кошек с китикетом, а ли без? Ес! Вызывает интерес еще такой разрез. Сувениры лучше оптом или, может, на разрез? Ес! Слышал я тут от послов, что на саммите готов! Батюшка, приврать, здоров! Все он сводит на котовый. Разговор с тобой веду, у народа на виду. Я ж не просто балаболю, я политику веду. Я в газете прочитала заграничное меню. Мордан, Эдан, Дерблю, Пармезан, Рекфорд, не нужно. Дезерт, плавленная дружба. Мне с тобою выйти в свет? Ну уж, дудки, ну уж и нет. Ты на трон глянь, еле влазишь. Хоть надела и корсет, потому что сыроед. Когда ты мешал всем власть, так и брать мышами власть. И в мою любовь все, и в мою мух не лась. Али рот себе за шею. Али выгоню за шею. Ты ведь так не распугала всех замок тихо на шею. Ты дискуссии своей нарушаешь, понятец. Выдыхаем. У-у-у! Начинаем наш мышечный полонез. Вот вы берете, царь, царь. А вы думаете, нам, царям, легко? Один нарушка желание у вас исполнится. Кто желает? Ну что, никто не хочет желания задать? Я хочу. Прошу. Нарушка желания, книжки нашим, я знал. А ты все расскажешь, иди проживай. Давай, 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 давай. Взято нам множество примеров. Например, если девушке приснился медведь, то быть свадьбе. Если люди хотели, чтобы у них был хороший урожай, то медведя проводили в околу деревни. А если девушка подозревала своего возлюбленного в измене, то обмазывалась медвежим сялом и считала, что он будет верен ей до конца своим. Ставит из шкуры, то он будет похож на нас, на людей. У него такие же глаза, ста, стукни, пальцы, такие же повадки. Он нячет своих детей, умеет горевать, плакать и радоваться. В рождественский пост сосет лапу, неравнодушен к мероприотке и даже к женскому полу. Ну а здесь у нас проживает самая русская книжка. Этот книжка пережил блокаду Ленинграда. Это не в дверь, да? Нет, это же книжка. Хорошо, ты объяснишь. Это мысли на тревогу. Какая такая луфья-то? Одна другая, к нему приползла змея. И хотела его в пузырь. А маленькая мышка пробежала, она скажла его от именуемой гибели. Мыши Иза мне интересуются один килограмм. А самый распространенный сыр, это сыр гауда. Обогатевший турист приехал и закупил целую паку таких мышей. Вот и сказочный конец. А кто слушал, молодец. Но кто не слушал, я не виновата. Но я с вами на этом прощаюсь. С вами была дворовая девка Марина. А здесь вы, дорогие гости, можете приобрести сувениры из сыр, которые вы пробовали в Траджиной. Выход у нас вот здесь, на наш старский дворик. От нас уходить не торопитесь, погуляйте и пофотографируйтесь. Спасибо большое. Дворец Мыш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.